Добрый вечер, дорогие друзья! Спасибо, что вы снова с нами. Я рада вас приветствовать из стен нашей родной иностранки, Библиотека иностранной литературы Центра славянских культур. И сегодня с нами не только несколько городов, а несколько стран. Россия, Сербия. Сегодня у нас замечательная встреча. Встреча с поэтом, переводчиком, писателем Зораном Костичем. А для того, чтобы шире, лучше показать его творчество, его жизненную судьбу, а для того, чтобы знать, наверное, более подробно смысл его произведений, то Зоран на эту встречу посоветовал пригласить своих друзей, сотоварищей, коллег по цеху. И я с удовольствием сегодня представлю наших замечательных гостей встречи. Это, конечно же, его муза, актриса, супруга Елена Трепетова. Добрый вечер, Елена. Спасибо, что вы пришли. Это наша замечательная коллега из Белградского театра. Ее не видно. Координатор проектов детского культурного центра в Белграде «Жар птица» Елена Ракита. Елена, добрый вечер. Это поэт, переводчик, автор литературной газеты, организатор и художественный руководитель Международного фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена», член Союза писателей России, почетный член Союза писателей Сербии, Македонии, Черногории Сергей Главек. Здравствуйте. Только автор литературной газеты Александр Сергеевич Пушкин и Анатолий Дельвик. Вы меня слишком, так сказать, привлечили. Работник. Когда-то был работник. Да, да, да. Здравствуйте, Сергей Николаевич, еще раз. Здравствуйте, да. С нами сегодня Михаил Корнев, директор, главный режиссер Иркутского театра народной драмы, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России. И также Вадим Дейнека, заслуженный артист России, актер Иркутского театра народной драмы. Добрый вечер. Добрый вечер. Я благодарю вас сердечно за то, что вы согласились сегодня принять участие в этом эфире, за то, что вы согласились сегодня поговорить о творчестве Зорана Костича. Но я думаю, что одновременно мы с вами более шире сегодня встречу проведем и посмотрим, где это творчество отражается, переводится у нас в России. А для начала я хотела бы немножко начать с идеи проекта, так как идея возникла не случайно, и ее мне подсказала моя коллега из Сербии Елена Ракита. Я бы хотела передать ей слово для того, чтобы она рассказала вообще, как вот эта идея возникла и почему первый поэт Зоран Костич. В серии встреч «Читаем славян». Елена, вам слово. Добрый вечер. Ну давайте я тогда немножко расскажу, пока Елена к нам присоединится, примкнет. Моя коллега позвонила мне и сказала, что замечательные встречи проходят в иностранке с зарубежными писателями, и почему нам бы вот такими встречами не показать Сербию. И когда она начала изучать этот вопрос, а кого можно показать из авторов, вот, ну естественно, первым автором, который у нее, с кем возникла ситуация, это, конечно, Зоран Костич. Он автор более 30 книг, поэтических книг, 15 переводных изданий, поэт, которого переводят на несколько языков мира. Это драматург, это замечательный переводчик. Вот, и поэтому мы обратились к Зорану с просьбой поучаствовать в нашем эфире. И, наверное, более подробно, скажем так, с вами, Зоран, мы хотим сегодня поговорить о вашем творчестве. И проект «Читаем славян» призван для того, чтобы люди не просто взяли книжку с полки, например, у нас в библиотеке, или купили книжку, а как-то через автора смогли прочувствовать смысл произведения. И вот сегодня, я думаю, на этой встрече у нас многие смыслы ваших произведений у нас и получится как-то прочувствовать через вопросы, которые я собиралась вам задать. Итак, Зоран, скажите, пожалуйста, вот как вообще вы пришли к поэзии? Почему поэзия, а не спорт, например? Я, прежде всего, хочу приветствовать всех и участников, и наших слушателей, и зрителей, если есть их любители литературы, вообще литературного слова. Я имею истинную честь, что вот разговор он со мной начинает эта передача, эта программа, которая, уверен, заживет и будет иметь свое будущее, поскольку это наша новая реальность, не закончится в ближайшее время, но будем так общаться. Вот литература, может быть, меньше пострадает от остальных направлений в культуре и духовности. Как-то можно общаться между собой. Можем общаться. Я постараюсь ответить на ваш, Екатерина, первый вопрос, почему поэзия, а не спорт, это просто, может быть, ошибка сделала на молодости. Я мог и спортом заниматься. Я был отличным футболистом, я был отличным баскетбольником, вратарьем, был чудесный, галхипер, но вот, судба не хотела. Я на самом деле очень рано начал писать стихотворения. Очень-очень рано, правда, с первого была проза. Еще там, в основной школе, где-то у меня 8-9 лет, я имел написано два романа. Слава Богу, что их не публиковал. Это такой был хаос, какой там детский. Мечта работала очень сильно, гиперактивная была. И, наверное, я там все, простите, узнал в этом возрасте, все это вшло в этот роман. А первые стихотворения, которых я считаю серьезными, и, может быть, роковым, это было 16 поэм, где-то мне было 15 лет, которых я написал буквально в течение двое суток. Я не засыпал. Это на меня повлиял сильно Эдгар Алампо. Его замечательная поэма, известная «Ворон». Я написал буквально таких 16 поэм. Только не был ворон в их, а какое-то другое животное, птице. И начал, это у меня был просто новый, такой переворот жизненный. Я с этого дня, я не могу говорить по-другому, смотрю на этот мир. Но, может быть, он на меня смотрит по-другому. Где-то мы, с этого момента у меня вообще это вдохновение, оно без перерыва. У меня никогда не было перерыва. Я никогда не могу говорить, вот, инспирация, вдохновение, это стихотворение я написал из вдохновения. Нет, все написали, что написали вдохновение. И пьесу, и рассказ. И это просто состояние духа. А почему поэзия? Вот, как вам сказать. Мне кажется, кто-то хорошо сказал, много раз повторяется это в истории литературы, повторяю, я читал, и у многих писателей. Поэзия просто дисциплинирует все остальные, все остальные, скажем, и жанры, и способы литературные. Она все дисциплинирует. Это самая, как сказать, такая кондензация, такая мысль, короткое сообщение. Там, что можно поместиться в стихотворении, можно поместиться рано. В одном обычном маленьком стихотворении. Это, мне кажется, самое главное. И я просто удивлен, почему в нашем времени, в времени серьезного кризиса в литературе, имею в виду отношение читателей. Меньше и меньше люди читают, все меньше и меньше. Почему поэзию бортанули так? Из фокуса жизненного. Она, короткое сообщение, это искусство. Разве человеческий дух не имеет? Больше же такую потребность. Духовную. Если имеет, тогда поэзия просто, это маленькая, прекрасная упаковка. Но я где-то нашел и ответ, или часть ответа на этот собственный вопрос. А одновременно и вам отвечаю, наверное. Это что происходило последних. Наверное, мне это поддержит и Сергей Николаевич Главиук потом. И согласится. Поскольку мы много раз об этом разговаривали. Просто, знаете, это вся эта глобализация мировая политики. Особенно на странах, какая была наша, Югославия бывшая, которой больше нет. Отношение к литературе, это просто последствия. Политика, которая здесь торжествовала 50 лет. Это абсолютно, это предшественница была. Это так называемый верлибр. Это немастерство. Литература, немастерство. Оно выгнало поэзию из центра. Из центра внимания. И она была предшественницей этого, что мы сегодня называем глобализацией. Это постмодерна, постмодернизм. Это основная характеристика западноевропейской поэзии, которой больше нет на Западе. Поэзии больше нет. Там нет языка литературного больше. И нет мастерства. Я об этом буду говорить потом, когда буду о переводах. Какая проблема у многих переводчиков известных, очень мировых, с русского на английский, французский, немецкий. Они не могут больше перевести мастеров славянской поэзии. Пушкина, Лермонтова, Тючева, Негоша сербского, Мицкевича польского. Нет, невозможно. Они потратили язык. Их язык отошел в другую сторону. Какой прагме, может быть, технику какую. Но в другую сторону, в любом случае, это больше нет языка литературы. И вот эти последствия чувствуются и на наших просторах здесь. Пост-югославских, к сожалению, на сербском просторе. Просто у нас это литературное пространство поделено на две части. Есть это, которое держится, литература, которая придерживается этого магистрального направления сербской литературы. Оно самое серьезное, оно самое богатое, и оно само слово, оно автентичное. И есть это влияние с Запада через здесь, верлибр, где люди пишут, не понимая, что пишут, друг друга читают, просто не понимают, что между собой, они обменяются, какими там информациями, которые называют поэзией. Это просто хаос. И вот на этом я просто так могу сказать, что это основное здесь разделение между двумя направлениями в литературе. Особенно это видно в поэзии. Если я мог что-то, если вам понятно что-то, я бы... Да, да, Зоран, спасибо большое за ваш ответ. Но мы дальше, я думаю, с нашими участниками и гостями дальше продолжим эту тему развивать поэтического творчества. Чтобы, наверное, сейчас зритель ярче представил ваш слог и то, что вы пишете, в переводе на русский язык, я бы хотела сейчас переключиться с просьбой к Елене, которая сидит рядом с вами. Ваше вдохновение, ваша муза, супруга. Но Елена просила не называть, но ее, скажем так, сразу супруга Зорана Костича. Но у меня ассоциация Зоран Костич и Елена Трепетова. Елена Трепетова Зоран Костич. Конечно, Елена Трепетова замечательная актриса. Она много лет работала в Амхате. сыграла огромное количество замечательных, сильных ролей. Исполнительница главной роли в фильме «Зверь, выходящий из моря», за который получила множество наград, которые можно получить за главную роль. Сейчас вот перейдем мы к разговору с Еленой. Она немножко, наверное, где-то меня поправит, где-то дополнит. И я бы хотела, Елена, так как вы сейчас рядом с Зораном, вы чувствуете его поэзию, как, наверное, мало кто из читающих его, хотела бы вас попросить прочесть какое-либо стихотворение на русском языке, для того, чтобы наши слушатели услышали вот такой лирический слог Зорана Костича. Как вы на это смотрите? Я только перед этим несколько слов. Маленькое вступление. Просто всем известно, конечно, что происходило на наших просторах. Это какая была драма историческая, развал Югославии, войны, постоянные бомбардировки. Все это, конечно, имело как-то рефлексию и в моем творчестве, и поэтическом, и драматическом, и в рассказах. Так что я считаю, что самая моя, как-то сказать, обаятельная часть творчества поэтического это национальная, именно национальную, национальную эту судьбу народа сербского здесь постоянно, который веками находится просто между Цилой и Харибдой, между Западом и Востоком, между разными религиями, и все время это страдает просто. Все, что происходит в мире, первое коснется сербов. Каждая пошесть, каждое зло, каждое нашествие, вот так случилось, и потом Лена скажет, я попрошу это стихотворение, которое называется «На попелища церкви в Глине», Глине это городок Хорватии ныне, где 41-го года в мае месяце фашисты из независимого государства Хорватского, это что-то, чтобы русские более поняли, это что-то бандеровцы из Хорватии, Усташа называются, они в православном храме в этом сербском городке сожгли, зарезали, потом сожгли 1200 сербов на альтаре это делали. И вот первая панихида происходила 50 лет после того преступления, никто не был наказан, конечно, социалистическая Ярославия это просто об этом молчала и через 50 лет 91-го года 12-го мая я был между этими, которые от имени союза писателей Сербии на этой панихиде участвовал на братской могиле в Глине и я написал стихотворение, которое прочитал на этом а уже начинается разруха Ярославии, уже война начинается и уже повторяется тот же сценарий из Великой Отечественной войны эта резня уже собирается над сербами и в Хорватии этой современной к сожалению Я сказал это стихотворение над кладбищем над братской могилой тот день сделали телевизионный как сказать розыск автора этого стихотворения так был я как какой киллер анфас на экране профиль один профиль второй вот кто его найдет из этого стихотворения он получит награду государству его награждает в Хорватии и так дальше и так далее и тому подобное и вот это написал стихотворение это стихотворение перевел на русский язык прекрасный поэт Александр Шумилов и прошу Лен на попелище церкви в глине в селении сербском братская могила звучит молитва вьется дым кадила ну что невинным жертвам это пение когда палач молчит о преступлении здесь мучеников кровь лилась рекою день обернулся черную слезой на этом месте всемогущий Божий тебя с детьми и стариками тоже облив бензином обложив дровами огню придали в православном храме все стихо только головне дымились дела закончив палачи умылись счастливые легли в постели к милым слова любви шепча с таким же пылом с такой же страстью Божией и любовью с какой храм твой заливали кровью неужто тайно лишь воде и мыли которым кровь себя убийцы смыли и сможет ли убийца смыть водою все злодеяния что принес собою и жить потом в обличье семьянина с женой что ему подарит сына что как отец смывает с рук сегодня кровь православля и кровь господня спасибо Лена на этом прекрасной интерпретации этого тяжелого ужасного стихотворения я обещаю больше не будет таких в нашем разговоре таких тяжелых тем по более как-то лирических переходим на лирическую Лена не только моя как вы сказали муза но и лирический субъект лирический субъект ей посвятил и венок санетов называется венок для трепетовой и это была первая книга на двух языках печатана здесь в республике сербской я хочу уточнить маленькую пункту сербский народ имеет три страны на бывшей это Сербия где живет наша ракета с которой тяжело сейчас связь восстановить здесь босни и герцеговина бывшая республика республика полавина босни и герцеговина называется республика сербская и мы здесь живем и третья сербская земля это Черногория конечно надеемся что там новая власть это и подтвердит и здесь постоянно турбуленция чтобы все знали и все поняли но я обещал о лирических темах и говорю о венке для трепетовой и не только что это этот сонетний венец говорит о нашей нашей любви мужчине и женщине а говорит о любви и связок сербского и русского народа через историю так что это достаточно удачно прозвучало в этом венке в этих 15 сонетов это может подтвердить потом и главюк который его включил в свою антологию когда-то а я сделал документальный фильм несколько сценарий я написал в жизни своей документальный фильм трепетова и в этом фильме документальном который тоже награжден на золотом витязе 2002 года точно такая же тема любовь но любовь и между народами сербским и русским и вот может быть каким-то можно отрывком да Зоран давайте я предлагаю всем нашим зрителям показать отрывок из фильма документального фильма трепетова Зорана Костича видео номер один пожалуйста на экран на второй золотой я приехала как победительница с предыдущего фестиваля фестиваля вместо вместо того чтобы ответить на некоторые из предложений сниматься в новом фильме я откликнулась на приглашение одного из организаторов новосадского фестиваля вернее на приглашение своего будущего супруга я неуверен в себе самому был но невеста сказала да и настежь двери моей души теням нет места да это сон мой воплощенный да трепет моего сонета и в трепетовой повторенный сквозь купол радуга в подарок он послан ею и поэтам как новый мир висок и ярок да вот такой вот отрывок спасибо большое ну как вы уже увидели из предыдущего стихотворения которое читала Елена Трепетова Зоран как народный поэт как народный певец который не мог остаться в стороне истории своего народа да и Зоран Костич лирический поэт его любовная лирика посвящена Елене Трепетовой кстати вот это стихотворение оно по-моему во многих уже антологиях любовной лирики сербской размещено и считается как бы таким вот бриллиантом вот любовь любовной лирики но хотелось бы обратиться к эксперту Сергею Николаевичу Глубюку поэту переводчику составителю не одной славянской антологии а у него их целых 10 уже набралось и вот Сергей Николаевич вопрос к вам вы выбрали это стихотворение венок для Трепетовой для публикации в своей антологии из века в век посвященного сербской поэзии расскажите пожалуйста хоть как почему свое отношение к творчеству Зорана Костича ну лет 25 назад я издалека начну а придем к Зоране Костичу я начал серию антологии славянской поэзии и почему вот тут к тому разговору вообще поэзии я бывал на десятках фестивалей всяких литератур поэтических во многих странах европейских и не только европейских и действительно заметил что в так называемом западном мире поэзия практически совсем исчезла то есть они по пути так сказать абсолютной свободы сначала исчез ритм рифма потом исчез смысл и для них поэзия то что они перечитают поэзию это жар абсолютного самовыражения ну так что один автор то что пишет один автор другой даже понять не может хотя вроде бы они пишут на одном и том же языке и даже когда их спрашиваешь и причем они так довольно так сказать напористо отстаивают свою точку зрения потому что полная свобода самовыражения в результате след за этим так сказать такое невозможно и перевести потому что как говорится что тут написано если так сказать носители языка друг друга не могут понять то уж тем более переводчик не может ничего понять и вот так это происходит вот например не назовете хотя мы все люди не чужды литературы если спросить хоть одного известного такого большого поэта за последние 30 лет англоязычного германоязычного франкоязычного но вы не назовете ни одного если в прошлые времена появлялся Байрон поэт то он сразу становится известен по всему миру или Гёте и так далее то сейчас такого уровня и даже ниже в западном мире найти практически невозможно я не буду говорить за всех так сказать но вот в славянском мире как бы вот эти вот эти вот эти поэтические традиции они сохранились остались хотя тоже есть такие разные тенденции которые ведут в ту же сторону но тем не менее я вот у меня возникла такая идея сделать серию антологий славянской поэзии все славянские языки представить такого не было ни до революции ни после революции как говорится и лет 25 я потратил на эту работу вышли значит болгарские например я могу показать там славянская белорусская польская чешская словацкая и в том числе украинская все они очень интересные по-своему можно долго говорить о каждой но поскольку у нас сегодня сербский вечер то мы остановимся на сербской вот она здесь вот представлена несколько раз она переиздавалась ну фактически не переиздавалась а допечаталась с небольшой редакцией этих самых там биографии кто-то умер кто-то жив что-то так вот и она так сказать в общем-то успешно была представлена во всех странах в том числе и России но эту антологию я когда делал все антологии я конечно естественно связывался с ведущими известными поэтами страны которые мне помогали и были в качестве консультантов и как правило был не один а один из них в данном случае был Зоран Костич и почему Зоран Костич на сегодняшний день в сербской литературе наверное наибольший знаток русской литературы поэзии в частности запрогу не буду говорить так сказать а вот поэзию и один из ведущих переводчиков русской поэзии классической такой вот потому что таких людей в каждой стране так сказать можно перечислить по пальцам и в Сербии осталось ну не больше пяти человек вот и он колоссальное количество так сказать русских поэтов именно классического такого направления от Пушкина до Кузнецова Владимира Соколова Николая Рубцова вышли сербская публика знает в переводах Зоран Костич естественно так сказать и надо сказать сербская поэтическая школа она традиционно очень ну как бы перекликается с русской тяготеет к русской литературе в отличие скажем от чешской или другой какой-то поэтической школы вот поэтому конечно так сказать здесь очень для меня было важно помощь Зорана Костича в создании этой книги и потом мы так сказать ее и представляли в разных городах в Весик Сербии мне даже одно было очень интересное путешествие когда мы ехали со священниками чтобы проехать туда в Требене попасть а еще там так сказать следы какие-то патрули меня священники прятали под церковной утварью и какие-то останавливали патрули я только потом сообразил что меня с российским паспортом если бы нашли под этой утрули могли бы пристрелить в ближайшей канаве так сказать как шпиона русского я даже не понимал что я делаю когда пустился в этом через через Сербии ехали в Требене на родину Дучича вот и кстати на одном из перевалов встретили Зорана Костича который с труппой театра тоже возвращался из театрального турне вот ну а что касается его так сказать произведений Зоран который кстати в молодости активно сначала вкнулся в политическую жизнь вот как такой пассионарий и в результате этого даже довелось посидеть в тюрьме вот так что ну а все великие писатели многие там вспоминать сидели в тюрьме Достоевский можно вспоминать других вот поэтому выйдя из тюрьмы он целиком посвятил себя уже литературному творчеству а тюрьма уже была ему как и мой университет вот и прекрасных много из-под его пера вышло лирических произведений но отбирая в антологию антология же вещь антологическая надо во-первых лучше найти у поэта а во-вторых то что наиболее характерно его представляет и вот венок сонетов здесь как бы одно из лучших его произведений лирическое с другой стороны показывает его и внутренний мир и его личную судьбу и судьбу народа и судьбу двух народов то есть как бы поэтому ну однозначно это то что должно было быть представлено в антологии как бы наиболее полно и многогранно со всех сторон представляет творчество Зорана Костича вот вы отрывок из этого произведения слышали вот он прочитал вот а что касается значит его драматических произведений и супруга их так со творчества они Зоран написал несколько пьес которые ставились и в России и в Сербии и в Белоруссии да и в Белоруссии в других странах славянского мира я не помню по-моему ты и в Канаду в Торонто возил эту пьесу и в Канаде ставилась вот и здесь как говорится еще одна ипостась его участие во многих фестивалях знаменитых российских и других и само участие в организации этих фестивалей в Сербии это огромное значение имеет а что касается если опять вернуться к поэзии почему она вытеснена так сказать из центра общественного сознания на периферию на сегодняшний момент ну во-первых все больше место занимает в нашем мире к сожалению картинка а не слог вот даже наши тому сегодняшние посиделки прекрасные тому подтверждение ну и в истории человечества бывали такие периоды там если посмотреть историю до ревней Греции они тоже были споры сначала какая из кафедр какая из искусств важнее то на первый план выходил живопись то скульптура то архитектура но в конце концов все-таки в результате всего осталась поэзия и как сказал кто-то из классиков на самом деле на свете главный из искусства есть поэзия а все остальное имеет ценность только настолько насколько в нем есть поэзия я хочу закончить вот Зоран Костич перевел еще несколько моих стихотворений на сербский язык потому что у меня в Сербии вышло три книжки и вот мы можем могли бы сейчас прочесть это одно стихотворение я по-русски а Зоран по-сербски чтобы тогда прошу если можешь эту из книги открытое окно первое это две да да совершенно верно ты скажешь ее в первой да да я по-русски скажу эту жизнь что на жизнь не похоже вижу я на экране в кино вот какой-то бродяга прокожий загляделся в пустое окно будто что-то за вздернутой шторой показалось знакомой ему вот и мне на экране просторном что-то видится что не пойму все казалось таким очевидным и понятным и ясным вполне что же все-таки он там увидел непрозрачным немытом окне затихают пустые бульвары затихают потоки машин исчезают мосты тротуары стих струится с небесных вершин лишь коснется он зеркало окон перед ним расступается тьма все же в мире не так одиноко даже есть пустую дома но это что-то это что-то это что-то я первое читаю перевод это замечательного стихотворения Сергея Николаевича ТАЙ ЖИВОТ КОЙИ ЖИВОТУ НЕ СЛИЧИ НА ФИЛМСКИ КАДАР И ПОЦЕЦА МЕНЕ КАО ДА КЛОШАР ПОСКИТАНИ НИЩЧИ У ПРАЗАН ПРОСТОР ДОК ТУ МАРА БЛЕНЕ ПА ТАМО ЗАТОМ ПОДИГНУТОМ ШТОРОМ БЕДНИХ ПОМИСЛИ НЕШТО ПРЕПОЗНАЕ А ТАКО ИЯ НА ПЛАТНУ ПРОСТОРНОМ НЕШТО УГЛЕДАМ АЛИ НЕ ЗНАМ ШТА Е НА ПРВИ ПОГЛЕД ТА СЛИКА Е ЧИСТА НЕМА НИЧЕГА НЕ СХВАТЛИВОГ У ТОМ ИПАК ШТА ЛИ Е СКИТНИКА ЗАИСТА ВИДЕЛА ТАМО У ПРОЗОРУ МУТНОМ НАСТАЕ СМИРАЙ ПРАЗНИХ БУЛЕВАРА БУКУ ВОЗИЛА СМЕНЮЕ ТИШИНА ЧИЛЕ МОСТОВИ, ЦРТЕ ТРОТОАРА СИЛАЗИ СВЕТЛОСТ С НЕБЕСКИХ ВИСИНА И ТЕК, ЧТО ПРИИЗДЕ ДО ПРОЗОРСКОГ РАМА ПРЕД НИМ РАСПУКНЕ ШИР МРКЛИНЕ ГУСТЕ ИПАК НА ЗЕМЛЮ НЕ ЦАРУЕ ЧАМА ПАЧАК НИ ОНДА КАД ДОМОВИ ПУСТЕ ПАСИБА ЗВУЧИТЕ ВИЗВЕСТНО ЭТО, ДА? ДА, ПРЕКРАСНО, ОЧЕНЬ СИНХРОНО ЭТО САМОЕ Я ХОЧУ СКАЗАТЬ, ЧТО ВОТ ЗДЕСЬ Я БЫ, ЕСИ НАС ТО-ТО СЛУШАЕТ ОЧЕНЬ ВАЖНО КАК-ТО ВОТ ПОДДЕРЖАТЬ ВОТ ЭТО ВОТ ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ПОТОМУ ЧТО МЫ, К СОЖЕЛЕНИЕ ЗНАЙТЕ КАК, МЫ СНАЧАЛО МОЛОДЫЕ КРАСИВЫЕ А ПОТОМ ТОНКО КРАСИВЫЕ ПОЭТОМУ МЫ УЖЕ КАК-ТО ЧАСТЬ ЖИЗНИ ПРОЖИЛИ И ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ И СЛЕДУЮЩЕ ПОКОЛЕНИЕ КАК-ТО НАУЧИТ ЗАНИМАТЬСЯ ПЕРЕВОДАМИ И В СЕРБИИ, И В РОССИИ ЧТОБЫ, КАК ГОВОРИТСЯ, НЕ ПРЕРВАЛАСЬ ЭТО СВЯЗЬ ЧТОБЫ МОЛОДЕЖЬ К ЭТОМУ КАК-ТО ПОДТЯНУТЬ НАМ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО Да, спасибо, спасибо Ну, Вы и слышали премьеру Перевода стихотворения Специально для нашей передачи Зоран Костич перевёл стихотворение «Открытое окно» Сергея Николаевича Глубюка Вот, Зоран, мы с Вами уже познакомились Вы по Стасик, Зоран Костич, поэт Зоран Костич, переводчик не только классики Но и современной поэзии И вот, Сергей Николаевич, коснулся Вашей темы Зоран Костич, ещё и драматург Пишет пьесы, которые ставятся и в Сербии, и в России И за её пределами, и в Белоруссии И у нас есть отрывок из Вашего спектакля «Тринадцатый день», который был сыгран В Иркутском театре народной драмы Я прошу видео номер два на экран И далее мы уже переговорим с главным режиссёром И актёром театра народной драмы Где и ставился этот спектакль Видео номер два, пожалуйста, на экран Ваш высоком благородие, добровольцы Тарасюк, Корохов, Кузнецов По Вашему приказанию прибыли Здорово, братцы! Здорово, желаю, господин полковник! Больно, больно, с прибытием, братцы, а? Петрово! Николай, Николай! Степан! Как же, как же душа и сердце истосковалось По русскому слову, да? По русской песне Ну, садитесь, садитесь, братцы, садись, садись, Степан Петрово, ну, сыграй Сыграй, прошу тебя Солгарскую? Мою любимую, а? Сыграй Раскинулся солдат с палаткой С большим трудом лёг отдохнуть Раскинулся солдат с палаткой С большим трудом лёг отдохнуть Он не успел расположиться Вдруг слышит голос на войну Ой, вставай, солдатик, собирайся Там Филен громко прокричал Вставай, солдатик, собирайся Расрешите обратиться? Разрешаю Тут наверху к вам одна барышня, сердка Так, и чего хочет барышня? Не могу знать, господин полковник И что же? Ну, тогда отвечай Барышня-то хоть красивая? Так, господин полковник Даже взглянуть поездно Как будто на солнце глядишь Ну, что же? Давай тогда веди сюда Это солнце, пусть нам блиндаж осветит Слушаюсь, господин полковник Барышня, барышня София Так мы... Ступай Ступай Поком, зайдём Посмотри, коней Пойдём, пойдём Здравствуйте Давай, иди, говорю София Ты не... вы не... Так ты Или вы Николай Николаевич Господи Или просто по-сербски Никола Как ты здесь оказалась? Как ты вообще добралась из Житковца? На этой неделе наш лагерь бешенца Печёт хлеб Вот я и приехала с хлебной повозкой Вот Вино вчера освещали Даст Бог, выпьешь за победу Ты не ждал меня? Ждал? Вот в этом аду Тринадцатый день длится вот это, слышишь? С нами сегодня в студии Главный режиссёр Иркутского театра народной драмы Михаил Корнев И актёр этого театра Вадим Дайнека Вадим Дайнека, извиняюсь Добрый вечер, уважаемые друзья Расскажите про идею спектакля для наших зрителей Почему взялись за постановку этого спектакля Про режиссера, про Зорана Костича Здравствуйте, дорогие друзья Прежде всего, наши родные Можно так сказать Это Зоран и Лена Передаём поклон С Байкала, Сибири С далёкого Иркутска Сибирского града нашего И хотим передать не только Поклон от нашего театра Но и от всех иркутян Которые помнят, любят вас И ждут обратно в гости К нам в Иркутск Вас здесь очень полюбили Мы там не в гостях А, вы дома Мы ждём вас, дорогие наши Ну, а что касательно спектакля Тринадцатый день Это драма о русском полковнике Графе Николай Николаевич Раевском Место действия Сербско-турецкая война 1878 год И русский доброволец Граф Раевский Со своими товарищами Приезжает Прототип Вронского Прототип Вронского Ванни Каренины Ивана Николаевича Толстого Как раз совершенно верно И приезжает Со своими друзьями Боевыми русскими добровольцами Чтобы поддержать Братьев сербов Чтобы способствовать освобождению Братьев сербов Защитить Братскую страну Защитить Братьев славян И вот это Как раз в этой пьесе Нам пришлось по душе Потому что Если так сказать Наш театр Мы тоже Русские добровольцы И я очень благодарен Что он согласился С режиссерским ходом Когда появляется Не только Николай Николаевич Раевский Но его друзья Солдаты С гармошкой В форме Сербский солдат Но это Это русское подразделение Вот такое И они Являются полноправными героями Этого спектакля Русское добровольчество И вообще добровольчество Это такая Глубочайшая вещь Это действительно Братская Братский край Братское сердце И Зоран Наш брат Зоран Костич Является именно таким Недаром Когда мы познакомились Это было тяжкие Для Югославия Потом Для Сербии Времена Мы появились На сербской земле В 1999 году Когда Агрессия НАТО На маленькую Югославию Сербию Обрушилась Тысячами тонн Железа Бомб Пуль Но маленький Казалось бы Славянский народ Он не сдался Он Встретил Вот это нападение Смертельная смерть Встретил Вадим не даст соврать Когда мы были там Сербы Одевали Таргет Мишень Выходили И показывали Вот этим самолетом Торнадо Которые летели Значит Там Агавком Они говорили Ты можешь меня убить Но ты меня никогда Не сломаешь Ты не покоришь меня И нас поражало Вот это мужество сербов Потому что мы видели в них И своих братьев И своих отцов И героев Великой Отечественной войны И Первой мировой И Вот эта дружба Она зародилась Именно там Когда Когда было плохо Плохо Сербской земле И после этого Мы уже И с Зораном Костичем Объехали Республику Сербскую И Были в Косово Я думаю Что Будем еще Много раз На сербской земле Потому что Это братская земля Мы тоже у вас там Не в гостях Правильно Мы вас очень ждем Мы дома Да Мы дома Хочу сказать Что Зоран Костич Для меня Это Ну Величайший представитель Славянства Мирового славянства Это один из немногих Певцов Действительно Славянской идеи Славянского братства И То что он подтверждает Это делом Говорит о том Что В 2015 году Пьеса 13 день В нашем театре Была поставлена Пять лет назад К одному Очень знаменательному Мероприятию И событию Много лет Мы с Зораном Готовили По-братимски Отношения Между Иркутском И Городом Республики Сербской Приидором И вот В 2015 году К нашей общей радости И счастью Это увенчалось Успехом Мэры наших городов Подписали Хартию О побратимстве И на сегодняшний день Население Наших городов Наши народы Они Действительно Побратимы И Культурное Культурное Вот это Соработничество Оно длилось Довольно долго Это и пьеса Тринадцатый день Это и концерты Нашего театра В Сербии В Республике Сербской Казачьи песни Которые полюбили Сербам И во многом Благодаря Зорану Костичу Вот это Побратимство Оно состоялось Оно состоялось И Я очень рад Что началось С культурного события Именно С постановки пьесы Тринадцатый день На которой было Очень много Иркутян Которая пришлась По сердцу Нашим землякам И нам Прежде всего Потому что Характер Русского добровольца Николая Николаевича Раевского Русского полковника Он Очень близок к нам И Я Сегодня уже Счастлив очень Что Когда мы были С нашими братьями На переднем крае Когда им было плохо Мы были там И своими песнями Мы смогли Смогли Толику какую-то Укрепить Наших братьев Поднять настроение Поднять воинский дух Чтобы они почувствовали Что Россия с ними Русская земля С ними И в свое время Много раз Такое свершалось И в Первую мировую И в Вторую мировую И много-много веков Это Вот эти Акты братской любви Братского Такого соработничества Соратничества Они свершались И Как поэт Зоран Коснич Для меня Имеет абсолютно Лично для меня Имеет В своем сердечном Каноне Настроение Библейское и Евангельское звучание Для меня это Совершенно верно Когда Читаю я Его поэзию Где Он духом Перемещается Мгновенно На несколько веков Назад Когда он На равных Разговаривает С пращурами С первым Костичем Как вот В сонете В первом Будет сказано Когда Для него Все живы И Мертвые Ушедшие Много Много Веков Назад И это Действительно Евангельское Звучание Потому что У Бога Все живы Вот у нашего Любимого Зорана Костича Тоже в поэзии Все живы У него Живая Мощная Славянская Поэзия Она Нам по нраву Она наша Родная И поэтому Поэтому мы Зоран Леночка Мы вас Очень любим Мы вас И мы вас Ждем Всегда В Сибири Спасибо На прекрасных Соберя Я хочу Только Сказать Что Это моя Драматическая Деятельность Это просто Из-за Спокоя В доме У меня Жена Актриса Дочь Наша Актриса Сейчас Она Делает Третью Постановку Тринадцатого Дня Представляете Первую Делала Лена Вторую Делал Михаил Корнев А сейчас Вот и Надежда Костич Тоже Я прошу Подтверждение Этих Твоих Если Можно Подтвердить Твои Великолепные Слова Просто Вадим Дайнека Можешь Скажет Через Это Стихотворение Лошицем Переведено На Русский Языг Девяносто Года Это Могу Сказать Было Одно Из Самых Известных Моих Стихотворение Которое Шло В Всех Там Более Менее Антологиях И Учебниках О Косове Нашем Заводном Косове Просто Уважаемые Друзья У нас Три Минуты Осталось Эфира Я понимаю Что Можно Говорить Про Каждую Ипостась Зоран И Поэт Зоран И Драматург Очень Много По Часу А может Быть И По Несколько Часов Но Вот У нас Три Минуты Эфира Можно Прочитать Стихотворение Или Вот Для Всех Зрителей Подарить Песню Там Делека Вот Как Вы Скажете Зоран Так И Будет Тогда Подарим Песню Там Делек А Я В свою Очередь Вас Попрошу Записать С нами Еще Один Эфир Где Мы Встретимся С вами И Вы Нам Уже Расскажете И Презентуете Свою Книжку Которую Вы По Секрету Мне Сказали Выйдет Через Несколько Дней Переводы Ваши Тридцать Русских Поэтов Вот Уважаемые Зрители Мы Обязательно Сделаем Еще Один Эфир С Зораном Костичем Где Более Подробно С ним Поговорим Как С Переводчиком Русской Поэзии И Хотели Бо Еще Услышать Конечно И Нашего Пушкина И Лермонтова И Есенина На Сербском Языке Тамо Далеко Видео Номер 4 Пожалуйста На Экран И Спасибо Большое Всем Кто Был Сегодня С нами Тамо Далеко 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 От моря Тамое Село Мое Тамое Сербия Тамое Село Мое Тамое Сербия Тамо Далеко Где Свет Али Мужу Тамое Сербское Войси Еди Неби Опу Тамое Сербское Войси Еди Мужу Войси Зарем Мора Ладость А Тужина Несеч Ночь Когда Страг Не Мой А Ты Жел Крыма Бой Тамо Далеко Где цвета бель и кривь, Тому суживот эдалы, Заедна от ацисына. Тому суживот эдалы, Заедна от ацисына. Без от ацбины на верху живых я, Али сам поносно в лицо Живе на себе я. Али сам поносно в лицо Живе на себе я.